всем привет сегодня очередная распаковочка небольшая всего две посылки у нас давайте посмотрим что у нас внутри этих посылок так накладная вот что это вот и флешечка ух ты ух ты ух ты ух ты как все красиво выглядит покупалась по распродаже ссылочка будет в описании вот это я покупал gear best и еще была распродажа на light in the box и именно и такой же флешки ну с виду как бы такая же якобы поддержка 30 здесь вот давайте отрежем здесь и посмотрим внутри тоже какая-то вот еще инструкция ладно вот и сама флешка она еще запаянная видите дополнительно конвертик такой очень маленькая 32 гигабайта компактная такая давайте посмотрим металлическая есть нету ни швырочков никаких то внутри вот какой-то код наверное проверки качества или регистрации в общем разберемся вот ну и сама флешечка вот так она выглядит 2 гигабайт но очень сильно красиво выглядит вот данное чтение записи прогоню тестом и картинкой выложу дополнительно вот ну откладываем флешечку и переходим к калима и правы и не помню то ли короче 4 или 5 долларов получилось ну может 6 максимум вот по акции ссылка тоже будет в описании и на акцию и на неё брали недавно брал я такую же камеру но чуть-чуть она больше была по размерам и по моему 15 долларов что-то ценник был в общем видео есть у меня эти камеры такая вот прищепка но давайте в общем смотреть инструкция так идет инструкция все на китайском с обратной стороны на английском батарейки то есть 200 миллиампер часов интересно куда вот эту пиндюрочку хотя она такая тяжелая но она металлическая куда в эту пиндюрку могли вместить 200 миллиампер часов мне вот непонятно ладно 10 5 вольт мини 8 пин юсб и в общем читает карту вот так это выглядит вот давайте сейчас посмотрим все и дальше я запишу примеры кусочки примеров как она пишет ладно юсб здесь кнопочка включения выключения я так понимаю это для закрепления на обратной стенке вот такая вот лошадка голограмма лошадки вот мод он офф передняя вот такая вот камера и я так понимаю для ночной съемки подсветка и боковые грани две пустые без ничего по ходу еще разбирается здесь болтик можно разобрать на две части в комплекте не особо много чего есть идет сама камера вот такая вот это в машину я так понимаю можно закрепить или куда-нибудь на велосипед в болтами прикрутить или двухсторонним скотчем там наверху допустим крепится вот это вот крепление а это вот съемная часть крепится вот так получается вот закрепили и потом уже в автомобиле прикрепляем этой штучкой камеру сюда крутится она вот так то есть ну допустим вот так ну я не понимаю как как его можно в машине закрепить если на потолок допустим прикрутить как его под углом общем бредовые крепления два бестолковых крепления ну разве что вот это вот куда-нибудь себе на одежду закрепить вот поворачивается она здесь вот на карман куда-то повесить допустим вы идете там выходите уже из автомобиля поговорить там полиция допустим если регистратор или еще куда-нибудь идете вам нужно поснимать что происходит вот нацепили на карман и погнали то есть ну это так бы удобно я попробую его зарядить по проверить как он снимает и и добавлю в конце кусочки видео взял батарейку специально сравните размеры габариты вот как пол батарейки получается и так флешечка вот так это выглядит так вставляется просто без щелчков без ничего или ну реально заподлицо и так заряжаем во время зарядки подается 30 0 35 ампера сейчас вот залилась уже 0027 28 для ампер часов индикатор горит красненький мигает оповещает нам что заряжается когда зарядится должен замигать синеньким не знаю заметили ли нет все не могу поймать синюю лампочку то есть заряжается он ну заряжался около наверное минут 40 вот и заправил двести пятьдесят семь миллиампер часов то есть ну при заявленных 200 то есть заявлено 200 но фишка здесь в чем может быть просто и кстати он греется сильно греется ну как сильно градусов наверное такая теплая наверно 37 может то нет 37 это 35 наверно рука моя значит нечем замерить к сожалению ну наугад ну около 40 градусов я думаю 40 41 градусом нагрелся вот фишка в чем он заряжается полностью но поскольку он подключен компьютеру в данный момент до заряжается от компьютера сразу же получается немного разряжается и продолжает заряжать то есть он не отключает зарядку вот видите зарядился и пошел опять дальше заряжаться и продолжает запихивать его миллиампер часы то есть как бы такой разрядился и пошел заряжаться и на мод начнет мигать две лампочки на камеру плохо видно но там синий красный диодик горят то есть синий красный получается значит мы в режиме 1080 до можно снимать в hd нажимаем запись вот потухла значит мы начали запись все записывается для того чтобы остановить запись еще раз нажимаем он of все запись остановлена сохранена на карте памяти фотографии режим фотографии нажимаем еще раз мод вот третий режим и это режим фотографии просто нажимаем и ждем пока загорится лампочка иногда занимает некоторое время то есть мы прицелили что на нас фотографировать нажали лампочка потухла и через некоторое время снова загорелась значит мы можем опять снимать и так в принципе это как бы три основных режима вот еще камера умеет снимать в подключать инфракрасные датчики для этого мы в режиме который нам нужен нажимаем на две или три секунды и удерживаем он of на три секунды удерживаем он of а потом бросаем и пошла запись в уже с инфракрасным давайте нажмем проверим 1 и 2 и 3 и бросаем замигала все пошла запись а игр режим ты переключился в инфракрасный теперь можно нажать на запись и мы все записываем теперь вот из моментов которые были у меня в процессе тестирования очень долго не мог прочитать как бы вставил карту в начале все получалось все было отлично но потом вот режим инфракрасный включен видите сразу видно что горят а ну давайте попробуем выключить раз два три все режим выключен видите вот ну ладно поехали дальше если у вас получилась такая проблема о том что вы подключаете его либо флешку ну либо флешку достаете подключаете к компьютеру напрямую они читаются файлы пробуйте отформатировать флешку у меня такая проблема была ни один файл писала что кодек не распознан то есть файлы создавались файлы создавались по 6 минут но ни один не считался и я отформатировал флешку после этого все заработало до этого пришлось помучаться вот в принципе я добавлю давайте сейчас я добавлю кусочки видео и фотографию в описании к видео я добавлю полностью файлы эти для примера для того чтобы вы понимали как снимать и 720 для теста звука как записывается звук это освещение к то есть окно от из окна днем и давайте вот включим свет и посмотрим светом это напоминаю 720p и и Продолжение следует... Продолжение следует... По идее включен режим инфракрасный, поэтому я думаю, надеюсь, что он снимает меня в темноте. И так сказать, есть реагирование запись по движению. То есть, в принципе, в инструкции вы все там увидите. И для того, чтобы записать, чтобы отображалось время в момент записи и правильное время, нужно редактировать текстовый файл, который находится... Он автоматически создается на флешке, когда вы вставляете флешку и начинаете запись. Вот, просто его редактируете. В инструкции это все будет. Подводя итог, хочу сказать о том, что за свои деньги камера реально отличная. Она компактная. Ее можно пристегнуть со щелочкой и пойти куда-нибудь, допустим, как бы таскать с собой. Она очень маленькая, да, в кармане. И если вдруг что понадобилось, у вас есть 100 минут, ну, около 100 минут, для того, чтобы позаписывать происходящее вокруг. Как авторегистратор, я думаю, она не подойдет, потому что она не будет фиксировать в должном качестве номера и так далее. И, в принципе, она такого габарита, как регистратор, ну, не очень. Ну, допустим, позаписывать вокруг, что происходит для наглядности, для того, чтобы можно было потом пересмотреть и оценить возникшую ситуацию, вполне-таки подойдет. Вот. Из минусов хочу сказать, что, да, немножко неудобно. Вот мы рассматривали R3 камеру, там было Wi-Fi управление, то есть можно было по Wi-Fi подключить к телефону и управлять. Здесь этого не хватает, потому что ты не понимаешь, записывает ли оно или все ли там в порядке. И, как бы, когда ты к Wi-Fi подключен, то есть более-менее. Но разница в 10 долларов, да, ну, за Wi-Fi, в принципе, кому что нужно, выбираем. И второй минус, который я хотел бы отметить, это вот нестандартный USB, то есть вот micro-USB такой, вот, он нестандартный порт, поэтому проводов таких, ну, я не знаю, там у меня, по-моему, от одного фотоаппарата какого-то был такой провод, вот, но он встречается нечасто, и поэтому, если таскаться, нужно будет, ну, как бы, нужен будет этот провод. Допустим, можно его подзарядить от батареи, да, вы можете носить с собой эту камеру и в любой момент поснимать, допустим, подзарядить от батареи или запитать даже от батареи, она снимает даже, когда подключена к питанию, вот, в принципе. Но для этого нужно будет таскать с собой вот этот вот проводочек, то есть стандартный проводочек, который идет в micro-USB, он не подойдет сюда. Вот, это как бы один маленький минус, но за свои деньги это отличное приобретение, металлический корпус здесь, вот, я уже открутил, открутил резьбу, что ли, вот, пока снимал обзор, поигрался и открутил вот эту вот крокодильчика. Получится ли нам его прикрутить обратно? Он на обычной резьбе, да, прикручивается и затягивается. Вот, сильно перетягивать не будем для того, чтобы не сорвать резьбу. Ну, вот как-то так, в общем, ну, достойная камера за эти деньги. То есть, если, естественно, как бы, она там звезд с неба не хватает, но довольно-таки неплохо, компактная она, вот, я еще раз покажу, она очень маленькая, очень компактная. И в машине можно тоже повесить ее, прицепить, и, ну, отлично, как бы, не только в машине, на велосипед можно прицепить, и вообще, как бы, по жизни пригодится в любом случае. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок! Субтитры сделал DimaTorzok